Песня. Песня. Боже, будь милый, Савин Бреша, благослови нас, Господи. Тебе слава и тебе Бог. Аминь. Семнадцатая глава книги Откровения, четвертый стих. И жена обречена была в порфиру и в баквиницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее толкования. Все одеяние блудницы указывает на царство и гордую роскошь, и является символом ее самодержавия над всеми народами. Это и указание на несметные богатства города блудницы. Его будут населять подобные тому человеку, который был богат, продевался в порфиру и висон, и каждый день пившиствовал блистательно. На багряном звере жена, обреченная в баквиницу. Это означает, что царскую власть над всеми народами и богатство город получит от сатаны, зверя, на котором сидит. Богатство и царская власть над народами древних, Вавилона и Рима, были прообразны богатству и царской власти великого города блудницы кончины века. По счастям надо много, а подозреваемся. Вот Иоанн, когда писал это, он сравнивает сразу, в первую очередь, Вавилон, от Вавилона переход к Вавилону, это Рим, тут сосед, согласились. А дальше, дальше какой-то город. Вот ни один человек, который берет чашу и не скажет, что в чашу у него съесть, который пьет, пьяница, запился, а здесь мерзость. И нормально, в школах преподают об этом. В школах. А мерзость сладкая. Вот что это, я думаю, у города это? Что это за мерзость? Вот первый раз, когда человек считает, он начинает по-своему толковать. А вот толкование дается, притом взятое из всех слепих отцов. Считай. Как и золотой чашу будет этот город пить, и впитывать в себя все мерзости и нечистоты, и наполнять ими все народы. Чашей, не одно государство, а все будут подчинять всем. А что такое? Третий интернационал. Бога нет. Это главное, Бога нет. И что? Это очень здорово. Сдерживаю, жжды нету. Я когда работала, такая организация, все хлебопункты снабжало оборудованием. И приезжают люди ночью, едут там, в зарегких районов Табуны там заезжали. А утром получат они днем и уезжают. И вот я когда беседовал с ним, мне говорят, без Бога хоть что можно делать. Это любая революция, убивай. Ну а как дальше жить-то? Эти навыки остаются. Наступила мирная обстановка. Но дальше что? Здесь же убивать друг друга будут. Это люди, которые не верующие. Ну, по крайней мере, веры свои никак не показывают. Они поняли, что можно делать любое. Вот сейчас можешь что делать, куда угодно, если. Но у Бога свои весы. Как ты можешь сделать лучше другого, если сам лежишь в грязи? Как ты можешь призывать его к образованию, когда ни одного класса у самого нет? Как можешь говорить, не пей вино, а губы красные от вина? Как Златолус говорит. Будешь говорить о том, что в чистоте пост проводить, а тебя пьяного подруги священник ведут с гольбища. Это я Златолуссию говорю. Это мы привыкли, он говорит. Богом любезное, Барнаульское паство, этот был Гидеон. А Златолуссия и так говорит. Я не вижу людей в храме. Я вижу стадо лошадей. Куча намоков принесли своими разговорами. А ему что, надоело жить? Пьяного крестителя со всех сторон. Он увидел их. Крещение, новое имя может дать. Он сразу дал новое имя. Порождение збийное. Ехидное. Так он пастуху потерял. Ваи рассуждения такие и есть. А он не боялся потерять. Он знал, что кто внушил отбежать от будущего неба. Почему он мне рассказал, что надо изменить? Жизнь была, а потом приходить к крещению принимать. Кто внушил? Полное грабовое молчание. Никто не внушил. Мы сами понимаем, что достигли предела этого. Люди знали, что строят Ковщин? Да. А реал обитания был вблизи. А ни Америки, ни что еще не было. Строит старик что-то. На работу нанимает. А сколько лет строит? Ну, 89-й год уже идет. Девятый год? А ведь храмы-то годами строили. И, наконец, 100 лет. Он им говорил, надо спрятаться. Будет. Какая вода на горе? Ну, где? Какая вода-то тут будет? Ну, на метр-два поднимется. Ну, там три метра выше уровня моря. Я так говорю, как с сегодняшним знанием. Он не знал это. Знаю, Бог сказал. И написано. И Господь затворил дверь. Я знаю, люди закрывают. А чтобы Господь закрыл, не знаю. Но я только знаю. Если Он закрыл, то Он и откроет. Никто не откроет. Мы это считаем в себе, верим. Это такое было. Зил разбился. Написано. Самые высокие вершины на 7. Там, в локтей на сколько? На 10. Понимаешь? Мы на каждом шоу встречаемся в Писании со словами, предложениями, которые требуют разъяснения. Продолжаем дальше. Уже сколько раз спотыкались на это? Мы опять на то же самое. Это сегодня, это ведь мы подошли к явному окончанию мировой истории. Вот оно сейчас идет. И блудится, что будет растерзно. Сегодня выставили страны, которые против. Примерно 85% стран мира, участие в ООН, против России. Это что же надо было сделать-то? И сразу считают таблицу, куда русским доступом, там, которые курорты, курорты, там 70, что ли, курортов. Я могу показать, если я тут дать. Которые не ставят условия ни перед каким народом, только русских, чтобы там не было. Если русские там будут, где там отдыхают, в Таиланде, наших людей там не будет. А почему? Потому что столкнулись один на другой, везде одинаково. Пьянь, ломают все. Если женщина там, обязательно, чтобы не меньше трех мужиков было. Если мужчина, чтобы не меньше пяти бар было у него. Это не немцы придумали-то. Это перечисляются страны. Игипет, Таиланд, там, Корея, все, где курорты в самой лучшем мире, русский вход закрытый. Почему? Мы показали, кто мы. Ну вот и забвение, забвение. А потом все подняли против нас. Почему русских не любят? А вопрос, а почему и за что любить их? Конкретно, покажите. Мы вот и проехали, считай, всю Европу, Скандинавию, там, Прибалтику, все страны. К нам отношение было необыкновенно хорошее везде. Верующие, потому что. Верующие. А мы из России. О, в России такие святые были. То есть мерка другая у людей. И вот здесь, считай, начинают плутовать люди. Ну, это Лондон, это Америка. Ты считай все признаки этой жизни. Признаки. И они должны все быть в этом. Если загадка задана, а почему нет? Чтобы гонения большего не было. Пошли. Чашей означена сладость лукавых дел перед испитием их. А то, что чаша золотая, означает богатство, роскошь и многоценность, с которыми сопрягаются лукавые дела. Чаша мерзости блудницы – это крайнее развращение общества в кончине века. А человеку последнего времени будет правомерно сказать словами Елеуа, Уя. Ау-и-ове. Об-и-ове. Есть ли такой человек, как Ио, который пьет губление, как воду, вступает в общество, сделающее беззаконие и ходит с людьми и тестилами? В сердеческой характеристиках. Вот какой он. А бог характеристику дает не перед кем-то, а перед дьяволом похвалился бог, а встречал ли его? Какой он рабственный, богобоязненный, жертвенный. Сатана ни одного слова не мог опровергнуть. А зря ли он так, когда все дал, у него полный двор, скотины, десятками тысяч там пересчисляет все. А ты вот отними все у него. У него сколько сыновей? Сколько дочерей? Все жилы, здоровы, красавицы. А отними? И бог говорит, проверь. И он налетел, поднял дом, упал. И где, говорит, пища-то это лежала, там мясо на подносах? Теперь мозги лежат там. И что получилось? Второй раз. Ну, видел, он не назаптал. Даже жена поднялась? Нет. А ты вот самого его тронил. То есть, да, все, отнял, ничего нету. А вот славит. А вот самого, все болящие на него напустили. Притом не из цельной болезни. И так и сделал, и сделает. И сатана, где он брал заразу-то эту? Его все проказывает, подуши, ноги, до темени, и головы. И он взял черепок и соскапливает сгнившую кожу мясо. Златоуст говорит, когда скопляет вот так вот, то мясо сходит. А там ребра, ребра как стропила. И через это так посияло любящее сердце. И вот что-то она закрыла, глаза и убежала. Это не написано. Но больше он ни разу не подошел. А златоустом, как красноречие показывает, солнце любви. В его сердце было любви к Богу. И он не боялся разговаривать с Богом. Господи, помилый Господь, он не говорил. Выйдет в строительство со мной, Господи. Прав Богу. Он Бога вызывал на суд. Понимаешь, нет? Вот это наша жизнь. Они меняли, сколько у него? Самые близкие друзья. Пришли, ну кто-то приехали к вам все. А что? У вас горе какое-то все. И сидели бы день так. Вы бы подумали, что скорую психическую называть надо. Ни один ни одного слова не сказал. День, второй, третий. Неделю они сидят. И ни один ни слова не говорят. И каохают и плащут. Какой человек, и как страдают. И ни слова. Даже считаешь, три князя пришли. Сидеть неделю ни слова не сказать. Это горе какое. Все его дело. Они никак не могли понять, что кого Бог любит, того наказывает. У того много врагов. Враги ему домашние. А когда у тебя нету сердца, это не христианство. Это ложь. А почему? Сына Божия распил. Апостолов убили. Пророк. А ты кто такой? Враги человеку домашнего. И поэтому ты от них ничего не услышишь. Одно доказательство, что я не такой, как они. А они прямо говорят, все. И о чем они думают? Ну даже думать не надо, что они получили. Потому что этого провернуть нельзя. А почему? Те величительные награды, когда будут поносить Игнатия неправильно злословить. За меня. Как за меня? За то, что я тебе это дал. Они пускай покажут, какой от Бога талант. Никакого. А что пуща, они как-то в подлога собираются и поносят. Это от сатаны. Можно съезжаться, можно не съезжаться. Они там, я спрашиваю, подоговорят, а другого разговора нету. Только о вас. А зачем? Какую тему-то? А тут так они одинаковые все сразу. А каждый самой жизнью обязан. И вот мы об этом читаем. Какая страшная картина. Мерзость. Вот наступила перестройка. Союз лопнул. И теперь показывает, сколько, какой стране давали в долг. Покупать-то не на что. Лишь бы за нас были. Вот. Вот помните, какой оперативный псевдоним фильм. Кто видел? Ну и там разные какие-то с юга. И его послали им деньги отнести. А у него там пляшут черные там эти полуголоды. Он смотрит, он который главный у них сидит, обгладывает кисть руки. Врагов. То есть самое вкусное мясо человеческое. И вот он чуть не вырвал, и чуть не зарезали его. Почему мало принес бриллиантов? И у кого, какого государства должна была, они должны были. Все списали, все долги. Вот она обогащает все народы. А Америка никогда никого не обогащала. Она только грабила. Колонии там где и здесь. Они цену устанавливают эти баррели, сколько стоят. И имеют от этого не то что выгоду. А захлебываются золотом. И поэтому надо сравнивать. И дальше будет что? Кровь святых. В Лондоне, в Нью-Йорке какая кровь святых? А Москва кровью залита. В одну ночь сразу 170 человек, священника, арестовали и всех расстреляли. Я уж никого-то беру. Повторяю. И какой-то архимандрит, не знаю, Путина ведет там, вот, мимо этих. И везде надписи столько-то. Он сам полковник КГБ. Эта самая система уничтожала людей. Он чудовищно. Да что же это? Да живо. Ну, другая эпоха. А к следующей минуте подводят столько-то, там архиерея постреляли. Чудовищно. Да что же это? Я верю ему. Он искренне не может поверить даже в это. Но там даты все. Почему? А она кровавую чашу держит. Мерзость. Обвиняли в чем угодно. Последний. Как перед потопом водниной люди ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел вновь в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Люди великого города будут беспечно пить мерзости и золотой чаши блудодеяния. Но вот последний правильник ступит в спасительный ковчег церкви, и тогда и зальется на Вавилон огненный дождь, и блудница будет сожжена огнем. Но это будет. А пока чаши мерзости подносятся к устам, сверкает золото, греховному веселению забыто все. Когда людям говорят, что будет сожжено, ну вот это заслужило. А кто там? Москва. Ни один город мира на это не претендует. Рим. Святые отцы первых яков истолковали Вавилон, который пишет он, это Рим. Первый Рим, это Рим, где Павел. Второй Рим, Константинополь, так и называется. И когда второй пал, Москва себя сразу же объявила Третьим Римом. И сегодня, вот настоящий день, сегодня специальная организация Третий Рим в Москве. Ни одно государство не претендовало. Забывая, что первый уявил он пал, второй пал, третий не может быть другим. А как это может быть? Я считал Левашов, генерал-полковник, там Гращев был генерал армии. И вот они об этом говорят. Ну противоракетное. Одновременно на Москву может быть направлен до полу за тысячи атомных бомб. Задержать абсолютно нельзя. И Путин этим сказал, да, мы погибли, будем мученики, а вы все равно все передохнете. Люди подхватили это выражение. Ну, зараза, радиация будет. Так это, сегодня, вот, мерзость откуда больше это идет? Из России или с Европы? С Америки. С чего это? На сегодняшний день откуда больше мерзость не идет? С России или с Европы, с Америки? Я считаю то, что здесь написано. Я имею в виду. То, что написано. Мы сейчас заметим, откуда идет что? Больше. Революция большиняков-то кто развел? Они сами вырастили, вырастили тогда. Ленин-то кто возрастил? Запад все? Написано. Раз написано. Ну, так написано, написано. Мы сегодня поменим. Откуда все это идет мерзость? Если у нас только как-то было, еще это, отец смачивать назвать. А там уже отец смать не надо. Родители один, родители два. Больше за ненавистью 80% за что? За то, что не приняли ценности Европы. А вот сегодня приняли бы так. Разрешили, что он может венчать мужика с мужиком, бабу с бабой. Нормально было бы все. Хорошо. Ну, это как-то интересно. Это не мерзость, там это и всятость вроде. А вот у нас мерзость получилась. У Бога в одном дне. А там и верили. Вчера, позавчера, послезавтра. У Бога нет этого. И поэтому показана кровь среды. Все у них нет этой крови. Она никуда не делась. И видел я под жертвенником души убиенных, которые его пьют. И они знают, что на земле не отпущены. Получают пенсии персональные убийцы. Да коли не томсишь, Господи, за кровь нашу. И было сказано, что подождать, чтобы число убиенных достигло у Бога намеченной отметки. Вот и все. Не просто молитвы там будем считать, а вот убиенное. А оно здесь. А кто поджигает других странах и проще насадил безбожие? Это новое поколение растут. И не откуда-то это идет, а отсюда. Да ты посчитай Кислякова Спиридона. Вот идет железная дорога. Там лады захватывают. Это вообще тамошние народности. Туринцы, буряты. Они думали, что прямо как-то собрались. Мулы, не мулы, а ламы. Они очень грамотные. Ну и вот среди них проповедник. И они начали говорить. Когда дорогу проводили, мы думали нам, отсталым людям. Это теперь лучше будем знать и прочее. Но почему наши женщины стали болеть какими-то болезнями? Носы проваливаются. Сифилис. Почему дети, которые были в послушании, не слушаются нас? Бегут из дома. И начинают перечислять. Мама. Это как священник у них. Вы говорите о Боге, о Христе. Понимаете? Вот если бы люди были все по нашей вере, буддисты, то могли бы спать спокойно. А вот если по-вашему верить, как Христос, то люди вообще бы перестали спать. Они день и ночь бы Бога ославили. Какую веру Бог дал? Ну вот вы появились здесь. Я вам говорю, о какой перемене идет. Вы говорите о Христе. У вас рот в крови. Он говорит, я и два вышел. У него сухари два мешка висит. На коня залезть не мог. Он близко пережил. Ушел до леса, упал. И еще при дуне продолжал все плакать и плакать. Нам рта раскрыть нельзя. Что от нас вышло? А кого больше было где-то? Последствия, уже умершие. Которые погибли. Из-за чего безбожие? Безбожие официальные религии. А на Западе безбожник это считается не человек. Это отброс. Я считал, что Хохлоп там где-то в посольстве работал. И там записывается какая-то грамота, а, видимо, монахиня. Она записывается. Это даже и графа вера. Он говорит, неверующая. Она не может... Что записать-то? Кто вы будете? Православный, католик. Я сказал, я атеист. Что значит атеист? Ну, Бога нет. Бога нет. Она сразу вычеркнула ему. Идите. Какой же вы свидетель? Свидетели его. Он в Бога не верит. И поэтому для этого что угодно. Какая? Лишь бы здесь вывернуться, собрать других, которые за тебя, проголосовать. У Бога не так. У Бога другая школа. И там на Западе это понимают. И неверующих, судей нет. А я до этого самостоятельно дошел. Если судья неверующих, что угодно можно говорить? Свидетелей подобрать. Я пришел к выводу, что пускай будет судья, баптист, мусульманин, буддист, на что он верил за огромную жизнь. И тогда он будет знать. Что неправильно здесь сделал. Там ему дорога в рай будет закрыта. А здесь он не за что не отвечает. Там хоть в Англии, хоть в Америке. Только назови, что ты веришь. А как ты живешь или нет, поверите. Нет. Она зависит, что будет честно. Я очень ясно выражаюсь. Если человек не верит в Бога, тормозов никаких нет. Что вы потом можете делать? Поэтому у нас такие банды, кто в Америке, стоят милиция, капитан, подполковник. Они определяют сейчас и где-то оборотни, оборотни, везде. Слово оборотни. Врачи, оборотни. Что это такое? Не чистая сила пришла сюда. А речь идет о том, что они не те, за кого себя выдают. И когда разбираются, вот этот документ выдан, а там ничего этого нет. Верующий, президент Трум, он верующий был. Раз я вам говорил, ни в чем не виноват, сразу сто тысячи, когда он горит погиб. Поговорили, юридический факультет, будущие судьи, прокуроры. Ну, пятый курс уже, вот-вот они получат. И говорят, какой ваш отклад будет? Ну, сказал там, тысяч пятьдесят. Ну, если вам сейчас за взятку полмиллиона, или там, полтора миллиона, восемьдесят, кажется, девять процентов студенты подняли, я готов сегодня взять взятку. Это сегодня, наверное, статистика, парламутская респруденция, я бы присчитал это. А как? Правильно? Если Бога, то нет. Черт, бояться-то. Лишь бы не попасться. Лишь бы не попасться. Вот этого милиционера-то арестовали полковника. И у него взяли сразу только полторы тонны долларов. Показано, какие вот, как стол такие. Тонны. А которые русские, это там, кажется, самослав приехал. И он полковник. И, кажется, два или три высших образования у него, а Бога нет. Он даже не дрогнул, когда взяли все, только сказали, когда у сестры от него, понял. Взяли сразу у него там, допустим, пятьсот миллиардов. Миллиардов! А почему взятки-взятки-взятки-взятки-взятки? Там можно и землю брать, где нельзя. Это сегодняшние данные. А вы взятки-взятки-взятки. Что вы на этом заключили? Ну и там взятки берут, пусть здоров и... Батюшка, я говорю данные, а ты ничего одного не можешь сказать. Ну данные, данные. Данные, которые публикуют сегодня. На месте судьи должен сидеть только глубоко верующий человек. Однажды я попал под такое мусульманин. Я говорю, мусульманин, а я верующий. А как же у вас так, не верующий? Я ничего не могу ответить. Страха Божия нет. Ты отвез меня, Господь говорит, у нас написано. Я просруну тебя в руку и погублю тебя. Я устал миловать. 15-6, Еремея. Вот мы это считаем. И начинает нужно доказать, что это не другой город, а Москва. Три минуты достаточно. Надо, чтобы все признаки этого города, этой блудницы, город написано. Толковать уже не надо. Нельзя толкование на толкование. Оно растолковано. Нельзя никому дать. Если что-то не будет там. Во-первых, обогатило всех. На водах. Многие народы. Кровь святых. Ты по порядку все разбери. И которые спорили, они по одному все отвалили. Да, я неправильно сказал. На семи холмах. На семи горах. Семь гор. Семь голов, семь гор. Три города в мире, которые на семи горах. Ну а дальше? А мама, ну что? Себя-то не выдержит. Прокормить. Да, другой Вашингтон. Тут посложнее. Кровь святых никогда не гнали верующих. Вот мы спросим. Германия была разделенная. Берлин разделенная. Стена стояла. Туда бежали. Подкопы делали. С той стороны вылазили. Стреляли. Оттуда ни одного не было. Почему? За каждый год отсюда, из страны, где-то 700 тысяч уходит. А придет 2 или 3 человека. Почему? И в старые времена, и сегодня людям понятно. Искать здесь нечего. Уже анекдот рассказывают, как мальчики 2. Один в Германии, та, которая такая страна, демократическая. А тут советская. И тут стоит мальчик-то на той стороне. У него шоколадка гребет. А у советского-то ничего нет. Он говорит, у нас тоже. Начал говорит. У вас что есть? Говорит. Все есть. А у нас есть, говорит, социализм. Он слышит дома. И у нас будет пацан, говорит, тогда шоколадок не будет. Вот весь ответ. Оно несовместимо. Я знал одного человека, глубоко верующего. Но не православного. Он где бы ни было, села одна нога в автобусе, уже весь автобус слышит пропасть. Люди покаялись. Уехал в Америку. Пожил и вернулся. А почему ты вернулся? А я, говорит, он сказал так. Жить, говорит, жирно. Колбасу есть можно в Америке. А спасать себя, говорит, в России. Знаешь такого человека? Так что же тогда выводится? Кто такая? Город. Да мне в этом говорить уже все. Москва или Россия, это пропащая страна. Остальные, вся благодать оттуда идет. У нас нету ордена здесь. Не дадут тебе. Конкретно, назови город. Кто? Да не надо называть. В свое время называли, я помню, говорили, что Ленин, вот антифик, видите, был ранен, говорит, и исселил. Рана исселилась, это антихрист. Понимаешь? Не надо никуда это вводить. Конкретно, город, название, дай его. Вопросы не решают. Я не дам. Не знаю. Только Господь покажет все. Скажем, я рисовала. Мы были написаны. При чем? Давай, пошли. Боже. Пятый стих. И на челе ее написано имя. Тайна. Вавилон Великий. Мать Глубницына, Мерзостин Земный. Толкование. На челе отражается внутреннее существо человека. Об этом говорит и само слово. Человек. Так, у 144 тысяч действующих имя Отца Небесного написано на челах. В так же вечности будет написано имя Бога и Христа на всех побеждающих лукового в этом мире. Так же и на челе в Глубнице написано имя, отражавшее ее существо и характер. По характеру человека и произошли многие имена. Так, например, Иаков, Запинатель. Виктор, Победитель. Геннадий, Благородный. Об этом имя не сказано. Тайна. То есть оно не раскрыто и несет в себе таинственный и значительный смысл. Прежде явного обнаружения этого великого города, никто не может точно указать его название. Оно скрыто. Как и скрыто имя самого Антихриста. А дано только мистическое число его имени. 666. И как об Антихристе дано число имени его, там город Блудница таинственно символически назван Вавилон. Смешение. Город Блудница стоит на водах многих... Не стоит, а сидит. Сидит на водах многих. В нем будет смешение всех народов и культур. И в свою очередь, под его ознобением, смешаются многие народы, племена, языки и государства. Вавилон – это полное смешение человека с миром греха и беззакония. Духовное блудодеяние. Люди словно оценивают, духовное блудодеяние. Хоть в религиозном плане, хоть где. Все перепутано. И при том, претензии на первенство, опознание истины. А другой истины-то нету, кроме как в Священном Писании. Такое противление Слову Божию, как у русских никогда не было, нигде. Ну, в 1876 году только перевели Библию. И то перед этим император все, священники архиереи, на 30 лет реакция заблокировали. Даже читающие не верятся. Как это может быть? Герасим Петрович Павский, профессор, гибролист. Пишет учебники для школ и еврейских, там он знает все. Студенты Академии просят перевести его в Ветхий Завет для лучшего разумения. Так это не семинаристы, а академисты. И они не понимают, что считают. И он перевел. Студенты намитографировали, ну, как сервис. 500 экземпляров. И кому-то в руки попало. Сразу сделали сыск, жандармерия. А он не просто профессор, он переводчик. Кроме того, он воспитатель царских детей. Лично старем каждый день спешается. Напор был такой сильный, немедленно обыск. Нашли все, которые перевод в Ветхого Завета, сожгли. На три, кажется, экземпляров сумели спрятать. Царь не может его защитить. Кое-кое, как на тюрьмы избавили. Решили всех должностей. А потом, вот сейчас, Матфея, Псалтырь, это его все переводят. И это в России. Я долго не мог понять, ну, как же так, в храмах молились, руки поднимали, да еще же такая слепота-то была. Нам он-то не понимает, да что батюшка говорит-то, 99% людей-то не знают. Что, почему из-за двери, почему закрыто. Надо все разъяснять. Тогда, например, Филарет, там был еще его, не Гроздов, амфитеакр, кажется. А он царю и говорит. Царь, если Библия будет дана русскому народу, в России будет революция. Как его? Да так же, и отпевали, и Царство Небесное, все обман. Пути Бога Господня не знали. Любовь на первом месте. Какая любовь? Любите меня, соблюдите мои заповеди. Господь говорит, не заповеди поков кого-то царя. Мои заповеди, а как в Западе, когда нету? Я Евангелие-то встретил в 23 года первый раз. И потеряю, потому что через меня приехала. И морда раскрыть нельзя. Многие советуют. А там давным-давно это все было. Вот сейчас на главы стихи кто разбил? Католики. Там Степан, библиотекарь. А кто собрал? Это все, ты вместе, когда возьмешь такое противление. И теперь, когда выпустили, для домашнего чтения. Библия для домашнего чтения. Как это, как можно? Страна Святая Рысь. Когда была святая? Скажите дату срока и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга до порта Артура, Оску, острову. Все под любви. Саму тайгу и в югу расплодили нехтости и воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжиры, жжет и любят по весне. Мы опостылили от веков до ныне прибавки, татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть облизывает, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир. Там добровольца в запись у нас отняет за счастье каждый рад. Какая святая Рысь? Не одно государство святим себя. Великая, да? Англия, владыча Самарея. А у нас святая. По каким признакам? Конкретно. Ведь вот когда все это поднимется, даже нам сказать нечего. И все ездили, и лезли, и хватали, и хватали землю. Аляска была под Россией. Аляска. Финляндия – российская отчина. Польша – российский регион. Все лопнуло, отлетело, и державы нет никакой. Ну, маленько туда глянули. Почему? Потому что плоды вот этого безбожия. Безбожие – это главное у них. Главное – бандиты там. И что получилось? Все рассыпалось. Главное – это упование на Бога, на Слово Божие. Чтобы Слово Божие преподавалось в школах официально. А по сегодняшний день еще этого нет. Люди смешаются и станут с ним одной плоти. То, что это мерзкое имя написано на челе блудницы, означает ее бесстыдство, цинизм. Ибо мерзости уже не скрываются. Но как бы то ржественно пьются из чаши. Это означает не то, что грех и бессаконие достигли в этом городе своей полноты. Как о древнем Иерусалиме было сказано пророками Иеремии. Ты со многими любовниками блудодействовал. У тебя был лоб блудницы. Ты отбросила стыд. Не только сам Боион будет упиваться мерзостями и блудодейством. Но будет он и мать блудницам и мерзостями земным. Это великий город кончины. Века прострел свое влияние на многие народы и города. И все они от него научатся богоборству, разграду и всем мерзостям земным. Все народы научились этому. Все. До встречи с вами вот такие были дети, такие жены. Повстречались. Один раз, я считаю, где-то в Египте по базару идут. По одному ходить опасно. Идут шестером советские туристы. И вдруг сразу всех убили. А почему? Когда начинаешь глубже, они кое-как промямли. Да вот они там не понимают, а там Му Цзин кричал, а они там, может, с матом начали говорить. Там это не проходит. Там по-другому смотрят. Ну вот у нас магазин зашел, и хлеб не такого сорта, как показывают. Вы видите, идет у них Каня, и Каня это судья. Это сегодня показано все, как в мире фильме-то. Но это реальная жизнь их такая. Он вот так вот продает, а здесь у него все однородно, не стенка, а шкаф как стоит. А он так говорит, когда хлеб-то пекли? Да сегодня. Он рукой взял. Хлеб какой? Первый сон. Он переломил, а там бросает, прощает. Что ж ты ввешь? Ты же продаешь. Говорит, да я так, не беда. А с ним стражники идут. Возьмите его. Уши его, за уши прибейте его к центральным воротам базара. И он стоит прибитый. Другой там берет, тапочки тебя продает, это знаете. А специалисты идут рядом с ним, говорит, это ценное там, кого он взял. Это козья кожа, она вьется на другой день. Теперь ему такое наказание сразу. И вот дошел там по Тишаха разговор и говорит, я слышу такие вот расправы. На каком основании? А у него с собой и конституция. Он говорит, ваш отец вот это записал, чтобы так поступать. И меня избрал народ, и я обязан это делать. Он посмотрел это правильно. У нас никакого порядка нельзя навести, потому что рука руку моет. Вот он сидит. И что? Ему государство сильно помогло, что он делает на такую работу. Казахстан рядом помогает. Насколько там, чуть ли не наполовину эти комбайны покупали. А которые у них отработали, вам так, я говорю? Так это не все. Это не все. Почему они не учатся, только... Я вот в Америке был, вижу, приехали какие-то граждане. Я спросил, я говорю, а о чем они говорили там? Ну, они хотели узнать, когда у нас обед. А откуда? Ну, финансовый отдел там приехал. А при чем обед? Ну, потому что в другое время мы работаем, и чтобы не помешать нам. И что спрашивали? Спросили, сколько пашни. Джердан-Били. Сколько у вас пашни? Ну, сказали, там, 500 гектаров. Сколько? Так, вы сколько собираете? Они говорят, вот столько-то. Так, а сколько у вас? Ну, вот столько-то продаем, и на столько получаем. А он все записывает. Так, теперь два года ничего не сеять. Деньги, которые вы сейчас назвали, за два года сколько? Идите, получите. Я даже не поверил. За что? Не за что, да, это средства отпущены специально. Земля должна отдыхать. Я даже не поверил. А так, говорят, всегда так. Да у нас разве могут пойти на что-то такое? Сколько у тебя препятствий на все будет? Ну, вот эта вот зараза, безбожия, это на весь мир, вот мы считаем об этом. Весь мир заразили этим. Америка гранит весь мир, а Россия всем подает. Если Бога-то нет, как жить-то дальше? Где? А вот как? Живые узники, посчитай. Сейчас Гурман, я переписывался с ним. Сколько он претерпел? Да, он, ну, как сказать там, не ветеранин, а кальвинист, кажется, где-то. И как его пытали. И когда советские власти туда пришли, вот после победы-то где-то. И как он сидит со своей женой в этот зал, его пригласили. Все, выступает уже. Попы осовещенные там, коммунисты, наверное. А жена ему, почему молчишь? Ты иди к тебе микрофону. А там, когда он, да, заявку-то дали. И сказали, а не мере, сейчас, в форме будет говорить. А там органы сидят. А кто такой? Он надежный человек. Он вышел, вы продались. Коммунистам продались, Бога не знаете. А у них репортаж идет, везде такие динамики стоят на улице. И народ весь слышит это дело. И он на улице подкараулили, и уже он там, говорит, ногами. Как они его бьют. Как пытают смотреть страшно. Я уже разговаривал, когда это было позади. Я говорю, да он учились от советских, и советские стоят там везде. Куда бы они ни пришли. Еще сравнивайте. Безбожие. Безбожие в эту загрязну они везде. Стали как-то сравнивать. Я давал интервью одно. О человеке, к которому не расположены люди. Найдите так, чтобы пришла власть другая, труженика сельского хозяев, чтобы узнать, кто лучше живет, лучше трудится, а их убить. Да вы что, наоборот? Чингисхан, возьми, начинает, Тангадла, шел, Мамай, Наполеон, Гитлер, никто не трогал. Он неприкасаемый. Есть, хотят все. Здесь так. Самый лучший. Всем, семей столько потерянки было взято. Когда Сталин сидел там в Тегеране, а его счастье спросил, кажется, а во что обошлась эта коллективизация? Сталин, когда-то растопырил пальцы. 10 миллионов. На самом деле, 12 миллионов. Вот приезжала Бабдуня, Евдокия Титовна, потеряева. И она все рассказывала. Привезли, столкнули, где-то там ничего нет. Уже зима. Ни инструмента нет и ничего. Штабелями людей. Это ни один тиран не делал. Найдена кровь святых. Так это не все. Офицеры пришли, которые были под корень. А там везде старые офицеры, генералы не доделаются. А тут воевать-то. Дивизии для капитана остались. Почему в первых же дней 4 миллиона только ушло в плен? Плен? Такого никогда не было. Такого позорного. Даже Сталин для Победы не справлял. Понимал, что это день трагедии. Я говорю о том, что, ну, известно. У кого какое богатство будет богатое. Но это группа разная. Крупа, там, помилия его. Завода назвали. Здесь все под корень. С нуля. С нуля. А с нуля начни. Человек и не знает ничего. Кулак. Зарю, зарю, смыкал мужик. Почему найдена кровь святых? Где бы то ни было. В это время было 57 тысяч храмов разрушили. 1250 монастырей разгромили. Где монастыри, там вот как в Барнауле, там тюрьма, СИЗО. Где, в каком государстве, когда было так? Никогда и нигде. Потому это блудница. Упившаяся кровью святых. Вот у них мы ухаживали за одной. Она как инокиня была. Паралитарская 103. Блин, все за ней как бы ухаживали где-то как. Приехали, выстрелили. Но не две. Сестры, они вышли за три дня, кажется, на это. Приехали красношелые. Одни девушки, 400 человек. Вывели их, тут обрыл где-то. Сразу всех расстреляли и поехали. Еще непонятно, так где, какая система эта потерпела вот. Они нигде нету. Он пишет Анастасии, греха, кажется, его, митрополит, зарубежная церковь. Там благодарность сказал, пикал за то, что построили такой храм. И там действительно есть. Он закрыл, нет, открыл. А здесь уж когда 43-й год наступил, тогда давай его пускать. А кто остался? Кровь святых. Повторяю, 57 тысяч храмов. Какую красоту даже храм Христа Спасителя, главное, и тот взорвали. Это ни один тиран, ни один никто не делал. И поэтому... Ну а кто руководил-то этим? Кто руководил-то этим? Откуда эти были руководители-то, которые откуда они были? Кто их застал? Сатана руководил. Ну вот и все. Сатана откуда? По фамилиям посмотри, кто были они? Восемь священни в Англии. Это слуги дьявола. Это не власть, а это власть. А при чем здесь власть? Власть установила. Злодеев и поощряют добрых, а тут наоборот. Злодеев возвышает, а добрых уничтожает. Так и было поставлено на это. Так и сегодня, сегодня, везде. Россия, Россия, все против России. А что в России-то? Россия кому что плохо сделает? Шестьдесят шесть миллионов, а прошло из головы. О чем на Саевске говорили? Если кому без ушей... Ну это своих, они ничего не... А где сегодня, по радио Америка, Ливия, Ирак, Югославия? Ничего нет, никакой санкции нету. Ничего. А это... Радио Саевске не уничтожали. Вот вся разница. Что? Саевске сегодня говорит, перегися. Я говорю, как же, нормально. Но, говорит, американцы не оставляют. Продолжают молодежь, чтобы против русских настройки. Причина, что рухла Советский Союз, какая? Время пришло. Время пришло. Вот и все. Ну, какие-то факты, так же не отвечают, как бабку у забора. Время пришло. Время пришло, убрем. В первую очередь, слово перестройка Горбашева. И Архекулар Булак Солженицына. И все лопнуло. Весь запад увидел всю наготу мязать, куда же тянулись мы. Вот все. Ты прочитай один раз. Горбачев, кто руководил? Опять же нельзя. Чисто. Архекулар Булак считал? Чисто. Читал не один раз. Читал. А сейчас главная газета российская, называется Российская газета, учредитель российского правительства. И там фотография. Путин стоит с женой Солженицына Наталья Дмитриевна. И в руках держит Архекулар Булак, согласовывает. Как начинать? По трем томам или в каком порядке? Только в этом том. А на это, меня за это брали, там в голову заворачивали. Пришло время. Вот здесь время пришло, потому что через край пошло. Ну нельзя так, у нас все плохо. Все в одном, вот прям вся святость. Вот ее делай. Стоит сюда же докторировать. Как ты этому вопросу не отвечаешь. Я отвечаю, что это вот кто-то убившийся кровью. Причина показывает. Безбожие. Бога нет. Ну сегодня это свободно. Сегодня мы когда-то хотели хоть листочек из Библии найти. Сегодня у нас Библия и в кожаном, деревянном, в мягком переплете, в каком хотите. В любой, в крупном, в мелком. Пожалуйста. Чем сейчас так плохо? У нас тут нигде кто был? Сколько было? Один за одним идут и всех расстреливают. Они расстреливают, а потом их обвиняют и расстреливают. По порядку все ежок, потом кокетки, даже сегодняшние. И тоже об этом. Почему? Сдерживающего начала нет. Крупская говорила, что религия узда для нас. Узда. Узду сбросили. И как руководить народом? Узебер надевает уздобный. Чем больше кто-то пытается защищать или что-то, тем больше... Да не защищать, ну как-то даже неприятно. Вот все у нас, даже сегодня. Америка, вроде из Америки вся склятость идет. А от нас коммерция с Москвой. Ну скажи, ты помнишь, я приезжал во Фрунзель, собрался где-то на квартире, и тут раз, приходит уже милиция там, а кто где, давай проверять. Мы сегодня собираемся, и нас никто не трогает. Все равно плохо у нас. Да какой-то надо. Все равно мерзость. А почему, говорит, не было, как сейчас такое, там, витяже? Да потому что вы выбили половину, говорит. И никто не спрашивал. И тебе надо. Вы быстро обезглавили все, чтобы с мощи. Офицерство было, которое подкорит всех. Казачество подкорит. Дворянство подкорит. И поэтому оставить все лишь обащи. И спрашивать нечего. Пошли. Эта блудница станет матерью и породит еще много блудниц, подобных себе. Города и народы отвернутся от Бога, и блудно привлекаться к мерзостью земной. А приявить, а что такое мерзость? Женщина, да не носит мужскую одежду, а мужчина женскую. Ибо мерзок перед Богом такой человек. 22.5 в второзаконии. Все, мерзок. Почему это не сказать? И в брюках приходят, причащаются. И еще не знают люди. И везде непрерывно, скажем, взять торговля, торговля, танцами, что угодно. Ведь нам есть для работы. Приложить все силы на то, чтобы хотя бы маленький уголок показать, маленький разница сдачи. 6 стих. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетеля Иисусова. И видя ее, удивился удивлением великим. Ничего не надо. Кровь. Вот стих отдельный. Кровь. Куда дальше везти? Когда там где-то что-то. Конкретно кровь святых. Упоена кровь. Вот по этой теме и сказать. Где? Когда столько крови было пролито? Ведь я называю никого-то президента, которого показывают, который из этой системы чудовищно. Да что же это такое? Это там, в Будово, забудили буквально все. Притом никакого суда, ничего нет. И как? Пошли. Покрование. Это довершительная характеристика жены-гудница. Она убивалась не только из тяжи, исполненной мерзостями и нечистоками гудодейства, но и крови святых и свидетелей Иисуса. Великий город кончины века будет городом-гудителем христиан. Жена-гудница восстанет на жены церкви в городе небесных христианах. Паспас что? Годитель христиан, что ли? Площади и улицы этого города будут упояны кровью христиан. Так в великом гонении окончит церковь свой земной путь. А разумея блудницу, как вообще воплощение царства сатаны на земле, можно здесь усматривать указатель на гонения, которые в различные времена различные цари учиняли на христианскую церковь ее верных свидетелей. Под святыми, кровью которых была упоена блудница, можно разуметь вообще всех христиан, претерпевших мученичество в великом городе Вавилоне. Свидетели Иисусовы – это уже избранные из святых христиан, мужественнейшие свидетели и проповедники Христовы, особо подвязавшиеся в исповедание веры и благовестия. Сон этих свидетелей будет венчаться двумя свидетелями Христа – пророками Ильей и Енохом. За слово Божие. Вот тогда они старались, священник один. Ну и у него взяли что-то, сто семьдесят, что-ли литр спирта только. А зачем нам пикоры протирать? Не лишку ли? А сколько в это время было посажено баптистов отделенных? Сколько не вернулись никогда уже оттуда? Почему не православные? Потому что все предали. А как, у священника дети, комсомольцы. А они учили их. На наших глазах все это было. Мы встречались с ними. Как так, если слово Божие даму никто не хотел? А что, миллионы собирались людей в фонд мира. А какой фонд, никто не знает. Я знаю, это и архиереев, которые все это жертвовали. Люди тогда не думают на добро, а какое добро? Лишь бы перед людьми показаться. А сейчас гонения нет. Ну, сейчас гонения нет, да. Будет гонение, а снова повторится. Это очень легко сделать. В первую очередь, сейчас вопрос ставим перед благовестием. Евангелие распространять только за подписью патриарха. По благословению патриарха. Как так? Закон лозовой. А если, которое издали, надо смотреть все на данные или не все на данные? Нет, это даже слово не говорит. Я давай искать, а то назову ее, какая есть. Ну, ее там Яшина Илья, выступает он каким-то муниципальным округом под Москвой. Сейчас замок он. Преступнули по коллеге. И вот она такая-то женщина, везде хотела быть депутатом. Дума, то другое. А что у нас плохого? Она хотела. И куда-то в Малый район, там считали на Камчатку, и там избрали. И дает какие-то советы. Я не против. Нам это не помешало. Мы тут же выдали свидетельство о регистрации, которая есть и прочее. Но это уже зарегистрировано и зарегистрировано. Сказали закрыть по-малому. Между прихожанами не меньше полтора метра, чтобы было расстояние. Тут же исполнили. Вот, прищищают ложечкой рядом, стакан со спиртом. И каждый раз ложечку туда обмакивают. Мне сколько пишут, перестали ходить в храм. Да как же так? Как это можно делать? Причем тут спирт? Ложечку обмакивают. Стаканчики меняют, еще можно там как-то сделать. А это никак. И починились? А починились легко. А у Вадик, которому, и по-другому. Что ей скажи? Легко не промыли. Противостать этому можно, как молитвами. Народу разъяснить. От причастия никто не убирает, если принимает достойно. И вот, знаете, мой знак, где это делается. Я приходил в Непольский собор. Прямо полосы, полтора метра написано, следующее, полтора метра в храме. Только написано, никто не соблюдал никогда. Только написано, сделаем. Говорит, что никто никогда не соблюдал. Ну, не знаю, я встает. Я видел это, пришел, нарушает. Это в каждом храме разрешение было. В каждом храме. Ну, и там все. Батюшка, Непольский собор. Заходишь только. Направо сделали так, говорю, как-то. Стоит мужчина, дымится папироса, в шапке, и рядом с ним собака. В храме. И из антаря видят, но не подойдет. Почему? Свечку купят. Отстаньте. Я потихоньку говорю, в храме нельзя курить. Нельзя. Папироску давнул. Я говорю, шапку снять бы надо. Шапку снять бы он снял. Я говорю, собака, заходи, нельзя. Он к двери. Я за ним. Сразу выскочил служка, который там есть. Мы с чего ему говорили? Я говорю, сказал, что в шапке нельзя, курить в храме нельзя. Идите в своих баптистов порядок проводите. А к нам не лезьте. Все. Почему? А там руководитель стоит у него. Он не сам на себе служит, а сам себе выбежит на улицу, на крыльцо. И гнает. Нет. Это тот, который там стоит. И это никогда-то. Это я сделал. Вывел их из храма. И он что, отблагодарил? Нет. Пускай они хоть все здесь закурятся, но свечи, чтобы купили. Уже на выходе идем в священие и говорит, не забывайте свечи покупать. Тут на остановке продают свечи. Никогда не берите. Она Богу не угодно. А продаются чисто восковые. Ну, вспомнил Александр Бордин, как свечи уставил. А кто-то ее тушит, он в загощении в Костаевского края. Это у старого прядца там вставил. У старого прядца вставил на Рокотском кладбище. Пошел. Совсем не попробовал. Все это видение, особенно вид жены-блудницы и ее мерзости, весьма удивил и изумил Таля Трикина. И, видя ее, блудницу, удивился удивлением великим. Но тайна великой блудницы не должна была остаться скрытой от Иоанна. Вот удивился. Во все водительницы, когда говорят. Ладно, я согласен. Еще маленькая песня. Пять минут еще. Прочитай дальше. И вот пишет, 7-8 стихи. И сказал мне, Ангел, что ты делишься? Я скажу тебе тайну жены сей, и зверя, носящего ее, Имеющего семь голов и семь рогов. Десять. Десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель. И удивятся те, и живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явились. Толкование. Ангел не называет прямо, кто показан в виде зверя, но говорит о нем, что он был и нет его. И выйдет из бездны, и пойдет погибель. А это ясно показывает на сатану. Подобным образом апокалипсис и в других местах показывает образ дьявола. В 9.2.7 мы видим Аполлеона, ангела бездны, царя Саранчи, выпущенного из сквализа бездны, со всей своей силой. Или в 11.7. Это зверь, выходящий из бездны, чтобы сразиться с двумя пророками кончины века и установить свое царство на 30,5 года. В 13.2. Это дракон, дающий свою силу, престол и власть от Тихоства. То, что он был и нет его, и выйдет из бездны, соответствует получению одной из голов, смертельной раны и исцеления ее. В 12.3. мы видим, как сатана сквалися, запечатывается много лет в бездну и в кончину века освобождается на малое время. То, что сатана был, означает, что он был властителем мира, до пришествия Христова в мир, был князем века сего и осуществлял свое царство над людьми через идолопоклонство, когда люди поклонялись идолам, а фактически поклонялись ему. Но вот приходит Христос, поражает сатану своим крестом, запечатывается в бездну и нет его. Гас на идольские капища побеждают христианства, царствует Христос в церкви и через церковь над миром. Однако в кончину века на малое время, 3,5 года, Христос отпустит сатану, он выйдет из бездны и снова установится в власть на земле через антихристов. Но недолго этому быть и пойдет в погибель. Будет вержен в озеро Огненное и Сердное, где звер и лже-порок, и будут мучиться день и ночь человеки веков. Это будет огонь вечный, уготованный дьяволу и англом Богу, в который они пойдут в день страшного суда. А что сделать? Ничего не надо сделать. Это предсказывает. Люди излучают много разных средств и избежать этого. Вот до этого, перед Первой мировой войной, опять-таки, уже лига наций была. А первый подал эту мысль, создать нацию международную, чтобы не было войны, а по-самбе и паре-каре. А теперь создан ООН. И дня не было, чтобы не воевали. Считаю 24 главу Иоанна Георгии, смотря, будут глады, голод, моры, разные болезни, всякие разные, моры, землетрясения, войны. Восстанет брат на брата. Народ на народ, царство на царство. И Господь говорит, и этому всему надлежит быть. А мы не хотим, это никто нас и не спрашивает. А если сейчас мы все стали верующими, ну, можем пофантазировать, это будет. Во-первых, то, что говорили все верующие, этого не будет. А что Христос предсказал, это его причистые устав произнесли. И перед этим надо с благоговением склониться. И это все по любви Божией. Это все для нашего спасения. Мы об этом каждое утро молимся. Да будет Оля твоя. И сегодня. Да будет Оля твоя. Что сейчас делается в мире, повлиять никак нельзя. Никак. Власть себя застраховывает со всех сторон, чтобы ее не трогали. Не трогали. Почему? Потому что назначено чашу эту выпить, а она должна прийти к этому. Ну, неужели так разумных там нету, что против всего мира это никак? Был такой человек уж. И Европу захватил, и страны другие. Лопнул. Еще лету. И поэтому надо благоговеренно отрестить к словам Господним. Это должно быть. И сколько? Третий час человечества погибло. Третий час – это 2,5 миллиарда. Если сказано, а думает, может быть, больше, не надо думать. Это предсказание, это пророчество. Кто они там убивают, будут, воевают, там атомные энергии распеленают. Один Бог знает. Наше дело – это не противоречие. Проклят, кто меч Господним удержит и откровил. Это вообще серьезное дело. А как его можно удержать? Ну, что-то делать? Какие-то союзы составлять? Или день и ночь молиться, чтобы не воевали? И Бог проклинает это. Понимаешь, проклятье – это все из рук будет валиться. Еще не будет по-нашему. Это что-то где-то, как-то, как саранчат скачет. Четко и ясно – будет освобожден на малое время. А почему? Ну, в 2,14 евреям говорит. И как дети причастны плоти и брови, потому и… То и Он, Христос, воспринял луны, такие же одел Марии. Да смертью своей лишить силы, имеющим державу смерти, то и дьявол. Смерть не смерть попрал. Мы же поем это. Все. И Он скован. За три с половиной года до кончины мира освободился. В часе мира все остановятся. История землеклана. Это нам кажется много. 7530 год идет от Адама. 7530 всего. А узнают там, когда динозавры жили, мамонты. Тут можно что-то договорить. От Адама. Вот это мировая история, которая начинает исчисляться времени. Нужен Бога научиться благодарить за все. 118 циталом, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. А я не понимаю ничего этого. Понимать не надо тебе. Тебе надо только славить. Чего понимать? Ну я понял, что... Вот учится. Я приехал к одному. Религио-овещенский там, факультет. Зачем он тебе? Он пошел к политологам. Политолог. Когда самые лучшие политики мира за голову хватаются. Этого никто не ожидал. Вот последний год только что есть. Ни один не показал этого. А как? Доверие Богу. Ты молился об этом? Да, молились. Мы просили у Бога, чтобы жизнь тихую и безмятежную проводить. Он сказал об этом. А она не безмятежна в мире, которая Богу угодна. Там сейчас вопрос. Вопрос. Ага, вопрос. В книгах пророка Захария, 11 глава, 16 стих. Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, которая погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить. Здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет. Вопрос. 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 Негодный пастух. Почему Господь ставит таких пастухов? Это же в России полно таких. Ну, понимаешь, Россия считает, если немцы, они найдут по себе. Это такая константа непрерывная идет. Этому должно быть. И мы видим, как это было. Христос пришел, и написано, к погибшим овцам Израиля. Погибшим их уже нету. И овцы слушают голосы. Много ли? Двенадцать человек. А потом распечатались уже три трещи, и так и пошло. Господь показывает такой пастырь. А не так, что там меня переодет, или там рукоположили, и все будет благополучно. Нет. Все не осветляет. За тридцати лет сколько рукоположено, и не действительно. О, закрыто. Второе. Бепетиме и накладывают. Губят людей, вот это вот сговорит. Ну, по порядку, так вот смотри. Если он крестит неполное погружение, 50-е апостольское правило, да будет извержен. Это никто не отменял. Каноны не издавали почти 70 лет. Книга «Прага» называется. Ну, правила такие. Вот выступает Олег Синяев. Он за это говорил по Библии. Сейчас такое говорит, так диву только дашься. И по каждому солдаты стоят. Вот каждый берет вот так вот, а накладывает. Ну, а нет, и все. А другой фляжки, и он это так. Я не знаю, что у него в реке, на голову маленькая, как и щадечка следующая. Не верят, ничего нет. И дает такие защиты. А он был здесь, материаль не приезжал. И то не надо там, и третье не надо. И вот такое. Главное, это и юрисдикции. Как это так? А пришел к этому. Все время, говори мне правду, Господь запрещает. В конце концов, пришел к этому результат. Это вот где-то недели три назад он начал говорить. Если бы не подпись его, я бы даже не догадался, что это он. И священникам больше всего месяц официального пива лет. С диктатами работал. Отец? Еще нет. Он рассказывает, как в Чечне выезжал, а там проверка идет. Ну, я сказал, что он священник-то. Ну, тут один подошел, там, говорит, сидит один, и говорит, я священник, документы. А как он? Ну, морда здоровая такая, говорит, пьяная, это настоящий Бог пропускает, даже не проверяет. И сам рассказывает, их охочет. Признаки какие? Толстоморда, толстопузый и морда красная, по длинаху. Это он сам рассказывает. А скажи, а что, у всех там нет таких? Нет таких, нет. Они удержать не будут. Это не будет вот там таким. Чтобы он так делать, или... Он проповедует. Он говорит, сколько может. Обращает. Посчитает, как они на Сейвер здесь идут. Я в комнате считал, зима, 52 градуса мороза. Едут, а в река мешают, там, провалились. Как они вытаскивают, все застыло на них. Православных ни одного нет. Они все время дают отчет. К нам завершали в сибирское библейское общество. Булатом Амрисия Владимирович. Ну, мы пример-то можем взять. Они идут, а они благовествуют. Как они правильно, неправильно, они говорят, что Христос удар за нас. Это абсолютно точно. На первом месте. А у нас как только человека куда посылают. У него ответ я даю такой. Это Юра Савдов, Амросий. Что вот сейчас, допустим. Ты священник-священник. Так, тебе десант туда. Там, где никого нет. Алиниевода они. Иди там, а как? Ну как, ничего не как. Они начинают точно так. Построй храм, тебе надо храм. Снабжи их книгами. Воин доверие. И они открываются новые и новые. Какие-то свои общины. Православных ни одного нет. Дайте денег. Построить храм. Нехорошо это. А после лишних никто не строит. Он, помните, как было? Марк обратился-то. Он и идет. Перед городом. Алисандрик, кажется, оторвал из подошвы. Ну, подошвы оторвались. Что делать? Он к сапожнику. Сапожник начал пришивать и вышел. Соскочила, шила. Ладонь проткнула. Ой-ой-ой. Он перекрестил там земелька или как. Посыпал. Выздоровел. Он смотрит, ничего нет. Ну, пойдем ко мне. Он его поставит епископа. Басына, при свитере. Поэтому образуется новое очень прямое свидетельство о любви Божией к падшему человечеству. Ведь у нас этого нет. Нету совсем. Он даже услышал, нету, еще ничего не знает. А это ереси. А какая ереси? Ну, допустим, еретись. Я еретик. А это дает ответ. Еретик, давайте так, на этом остановитесь. Но вы понимаете, что вы захватываете потерянка. Так, если еретиком кто борется, он, там, пять правил, разных соборов, он отлучается. Приезжает Петрополит, а его руку полагал лично патриарх Кирилл. Он не знает, кого руку положил. И они сразу отступили. Готовили передачу и не стали делать. Вот знаешь, Николай Иосифов там выставил. Вот и все. Надо разговаривать и знать, где болящее место. Вот он такой-то. А вы как делаете? Вы свидетельствуете? Ребенок пришел в школу. Три дня тут сходил в школу, и родители его узнать не могут. Все, нахватался. И смеются, как учителя, банк детства учителя. Они ему букет сделали, учителя себе подали, швотили, занимались. Ну, пацан хороший, азостел. Вешеных жгут, они у глаза проледели. И уже перед потемками явился. Пуговица торваны. Все у него расхристое. Ручка в портеле сорвана. Эх, вы, предки, сидите, даже не знаете, как писька называется. Вот тебе и все. Это первый день. Вот все узнал. Ну, а нередоты зачем рассказывают? Ну, это так. Он приходит домой, и больше идти туда не хочет. Реальные люди мне пишут. Так отправлять или не отправлять? Не отправлять. Лев Толстой говорил, хочешь научиться разврату, отправляйся в город. Ничего, как будто бы не руководство никакого нет. Смотришь, там расстреляли учеников подряд. В Казани как раз это было. Пришел он там с автоматом. И показан весь класс в крови. А мы не знаем, кто такие, но знаем теперь только про этого человека. За чем он это сделал? Бога нет. А Бога нет, а на них кто-то насмеялся. Это фильм такой, посадка. Это школа или класс называется. На документальной освою. Благодарю, Господи. Благодарю. 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 Игорь Александрович, поклоняйте Господи. Господи Божий наш, за все слава Тебе, мы благодарим Тебя за все, что Ты не спосылаешь нам. Научи нас благодарить Тебя за доброе и за худое. Пригоди на это место людей, любящих Тебя, желающих спастись. Тебе слава, честь и поклонение за все веки. Аминь. Аминь. Аминь.